Здравствуйте! В прямом эфире на ТНВ новости Татарстана, в студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Необъяснимо, но факт! Дошло до того, что спрашивает не НЛО, а это неопозненелетающий объект. Как вспышку среди ночи в набережных Челнах, объясняют специалисты, узнал Сергей Хайдаров. Скорая новогодняя помощь. Кого и как спасали медики в эти праздники? Анна Городнова. Все, что осталось от Нового года. Вот его, по-моему, из-под шампанска, из-под водки. С чем попрощались казанцы во время праздников? В мусорный контейнер и заглянула Альбина Минебаева. Мало снега, угроза для хлеба. Нужно 30 метров снежного покрова. Как озимые Татарстана переживают неоднородный снежный покров, выяснял Рамиль Шайдулин. Природные явления или явления соседей по вселенной в Татарстане выясняют происхождение необычного небесного явления. Голубую вспышку в эти выходные заметили сразу в нескольких городах республики, а также в Удмуртии и Башкирии. Но самая яркая она была в небе над Челнами. Пока больше догадок, чем ответов. Так что же это узнавал Сергей Хайдаров. Вышла с магазина и вдруг в одном мгновении в небе стало очень-очень светло, очень яркий такой свет. Эту яркую вспышку в ночь на воскресенье увидели сотни татарстанцев. Явление попало и в объективы камер наблюдения. Лисанразова в этот момент возвращалась домой. Как вдруг все вокруг засверкало и задрожало. Страшно, конечно. Весь город осветился, был как будто днем. И потом немножко было слышно, как будто гром вот такой звук был. Я уж подумала, что в Менделеевске что-то взорвалось. Это явление заметили не только жители набережных Челнов, но и Альметьевского, Нижнекамского, Менделеевского и других районов республики. Некоторые татарстанцы даже рассказывают про вибрацию в земле. Но большинство из них той ночью напугала именно яркая вспышка. Как позже выяснилось, вспышку наблюдали и в соседних регионах. Башкирия, Удмуртия и Мариэл. Некоторые застали ее, находясь за рулем прямо на трассе. Семья Ахмадиевых в этот момент ехала из Менделеевска в Челны. Вспышка была двойная. Первая вспышка, она была слабенькая такая. Я подумал, что сверху что-то летит. Вот. Нагнулся, чтобы посмотреть через верх лобового стекла. И в этот момент произошла вторая вспышка, она была дольше. Версии случившегося уже полным ходом обсуждают в интернете. Кто-то из очевидцев считает, что это зимняя молния. А кто-то уверен, что вспышка возникла от корабля НЛО. На НЛО это совсем не похоже. Вот то, что было снято очевидцем на видео. То есть с инопланетянами я это никак не связываю. Что это именно, трудно понять. Потому что на молнию, на снежную грозу зимнюю тоже не тянет. Потому что если бы была молния, она была бы только в набережных щелнах. Похожие явления видели и казанцы. Но год назад, ночью 24 февраля, небо столицы точно так же озарила яркая синяя вспышка. Но ни в одном из этих случаев астрофизики ничего сверхъестественного не видят. Может быть, Земля в этот момент времени подошла в какое-то аномальное поле магнитное. Или еще что-то случилось. И вот этот эффект связан просто с этим явлением, как атмосферное электричество. Хочу, как пример, привести вам Тунгусский метеорит. Хлопнуло как следует. Что такое это было, до сих пор никому не известно. С уверенностью говорить, что именно вызвало такую вспышку, астрофизики не спешат. Пока они собирают и изучают информацию, чтобы озвучить официальную версию. Сергей Хайдаров, Марат Саидгораев, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигулин. ТНВ, Набережные Челны, Казань. Напряженно начинается этот год у медиков. Тысяча обращений в неотложку и десятки госпитализированных. Помимо традиционных жалоб, вызванных обильным застольем, серьезные травмы. Сломанные ноги, руки и ребра во время катания на подушках. Пневмония и отравление. Календарь вызовов в эти новогодние праздники изучила Анна Гротнова. Автопарк столичной станции скорой медицинской помощи практически пуст. Бригады на выездах. Ведь для кого-то Новый год это праздники, а для медиков трудовые будни. Только показания 1600 выездов за сутки. Круглосуточно, без выходных и праздников, медики выезжают к больным. На одну бригаду скорой 17 вызовов. Адрес какой? Боли в животе, сердце, тошнота. Характерные жалобы после новогодних застолий. Были вызовы, связанные с повышением давления, с повышением температуры, с острой хирургической патологией, с обострением хронических заболеваний. Ну, что, вероятно, связано с погрешностями в диете, с употреблением алкоголя. Травмы руки, ноги, вот голове, когда голове всегда травмы были. Новогодние каникулы закончились госпитализацией почти для 300 ребят. Нарушение пищеварения, острые бронхиты, пневмония и травмы. От детей недалеко ушли и взрослые. В челнах, катаясь на ватрушке, 42-летняя женщина сломала ребра. Она врезалась в металлические трубы, торчащие из-подо льда на реке Меликеска. Сотрясения мозга закончились и катания для казанской девушки 20 лет. Тюбинг привязали к машине. В какой-то момент водитель резко затормозил, а девушка врезалась в иномарку. Страшную статистику жертв дорожных аварий открыла трагедия в Пестричинском районе. Лобовое столкновение, четверо погибших и столько же в тяжелом состоянии в больницах. Пятилетнего ребенка доставили до РКБ. Сейчас он в реанимационном отделении, состояние тяжелое. Только с начала года на дорогах республики погибли уже 7 человек. Окончательные итоги новогодних дней Минздрав подведет сразу после праздников. Анна Городнова, Шат Мухаммедов, ТНВ, Казань. Сегодня последний день каникул перед началом нового трудового года. Но вот для коммунальных служб рабочие будни начались еще 1 января. Только в первые 5 новогодних праздников выгребли 76 тысяч кубометров отходов. И это только в Казани. Альбина Минебаева, насколько чисто сработали коммунальщики? Это вот такой контейнер, я бы с удовольствием, например, выкинула это. Потом у меня очень много пластиковых бутылок. Мечта о раздельном сборе мусора у Резиды Поповой после боя в Куран так и не сбылась. Как и в 2017-м у нее во дворе Вахитовского района обычные тары для ТБО. Правда, полупустые. То ли мусоровозы сработали исправно, то ли жители подошли к встрече 2018-го более практично. Пока ничего нет, видать, что сами доели. Это уже двор по улице Гагарина Новославинского района. Видно, что контейнеры ТБО здесь все-таки опустошали за время праздников. А вот пэт-бутылок накопилось столько, что здесь они явно уже не вмещаются. Они давно уже так полные. С какого числа, примерно? Ой, я не помню, даже того года. Домам по улице Гагарина одновременно повезло и не очень. Стоит контейнер для пластиковых отходов, но прошлогодний мусор смешался с отходами 2018-го. Числа второго, что ли, нормально, чисто было все. Два дня тому назад полный был контейнер. 1 января вывоз мусора осуществлялся в дежурном режиме, а начиная с 2-го числа уже в рабочем режиме пошел вывоз. И мы фиксируем объем вывозимых отходов. 31-го был усиленный вывоз. Там было практически в два раза больше мусора вывезено, чем в обычные дни. А вот как нам пояснили в самом чистом городе, 1 января столицу выехала 10-я часть из всего автопарка компании. Оказалось, часть управляющих компаний сами отказались от первоянварских уборок. Кировский, авиастроительный, московский. От остальных с этой стороны управляющих компаний, куда мы не ездили, приходили письма. То, что 1-го числа будут большое количество незаездов из-за запаркованности. В рейтинге новогоднего мусора в лидерах бутылки из-под алкогольных напитков. Дальше в урне оказываются пищевые отходы, те же самые остатки оливье. И чаще всего выкидываются коробки из-под тортов. Но как ни крути контейнер, в анализе новогоднего мусора лучшие эксперты – дворники. Бутылок полно. Из-под шампанского, из-под водки, из-под пива, из-под воды. Хотя в этом году у коммунальщиков все же новогодние каникулы удались. Первые дни праздника без снегопадов. Работа прибавилась только сейчас. Сколько домов, это не могу сказать, как получится. Сколько времени хватит, столько сделаем. Очередную мусорную лавину коммунальщики ожидают после Старого Нового Года. Только за первые пять дней каникул вывезли больше 76 тысяч кубометров отходов, а это почти две тысячи камазов. Альбина Винебаева, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань. В каникулы без остановки работали и метростроевцы. Они планируют сдать станцию Дубравная ко дню Победы. А это уже практически через четыре месяца. Напомним, строить ее начали в 13-е, а сдать должны были в декабре прошлого года. Одну из первых новую станцию оценила Альбина Слагараева. Верхняя площадка будущей станции метро еще кажется только в начале строительного пути. Не похоже, что она должна скоро открыться. А вот под землей ситуация иная. Рустам Идиатуллин метростроевец со стажем. Более 30 лет. Работал в Ташкенте, затем в Казани. Кладет керамическую плитку. Керамическая плитка. Надо ровная поверхность, идеально практически, чтобы слон не больше 5 миллиметров было. А у нас своя технология. Мы можем до 10 сантиметров, до 15. Если что-то, какие-то неровности, мы как бы их проходим. Коммуникации проведены. Свет горит. Знаки и кассы установлены. Подъездные пути почти готовы. На площадке одновременно трудится 200 человек. Монтируется кабель. Монтируется пожар. Смонтирован пожарный трубопровод. И на станции осталась отделочная работа системы. Безопасность смонтировать. Вентиляция. Глапана затвора. Внутренняя отделка тоннелей завершена. Теперь остается соединить станции. Вот мы такой срок уберем, что примерно весной, ну как бы традиционно 9 мая, мы будем сдавать станции к этому сроку. Потому что благоустроительная работа будет проводиться на площади более чем 30 тысяч квадратных метров. Это планировка, укладка пути. За эти работы зимой не берутся. Верхняя площадка будущей станции Дубравной это 30 тысяч квадратных метров. Дел предстоит немало, а значит и местным жителям нужно дождаться весны. Альбина Слагараева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Под землей все в порядке, а вот на земле явно не хватает снега этой зимой. Анализ полей Татарстана показал, а зимы под угрозой. Так если в одних районах ростки лежат под 30-сантиметровым слоем, других толщина не превышает спичечного коробка. Пережить ли хлебу будущие морозы, выяснял Рамиль Шайдулин. Пара лопаты из-под снега проглядываются озимые. Они накрыты снежной периной, которая в этом году больше напоминает покрывало. Но Ильнур Саетов считает, что ему еще повезло. Линейка фермера показывает все в пределах нормы. Чтобы зимняя холода от 30 градусов зерновые выдерживали, а зимой нужно 30 сантиметров снежного покрова. Как видите, здесь 30 сантиметров есть. В Лениногорском районе толщина всего 11. В Сармановском и вовсе от 6 и выше. Вердикт Россельхозцентра неутешителен. К такой зиме озимые уж точно не были готовы. Высокие температуры почвы способствовали расходу питательных веществ на усиленное дыхание растений зимующих культур, что снижает их зимостойкость. Из-за того, что середина декабря для озимых выдалась слишком теплой, ученые всерьез переживают, что ростки могли подготовиться к настоящему потеплению. Что слишком рано, если они пошли в рост при нуле градусов, не замерзли бы они уже при минус пяти. Аграрии Восточного Закамья уже сегодня думают, как сохранить хлеб. Их зоне не очень повезло. Местами снега здесь только 5 сантиметров. И озимые уже ведут себя странно. Полный спячок, можно сказать. С осени они озимые не ушли. И постоянно из-за теплой погоды потребляют сахар. Это дает свои плоды. И октанышцы подсчитали, еще осенью сахара в зерне было 30%. Теперь цифра упала втрое. Несладко озимым и в Камском устье. У нас где-то в опасностной зоне. В основном снега маловато еще чуть-чуть. А в Кеньковской стороне снега по крови имеется. Если снега до него уходится, то можно снегозадержание сделать. Так, лидеры антирейтинга собираются сохранить озимые. Раз не повезло с осадками, помогут технологии. Там, где снега дефицит, поля собираются оградить. Пока сахар и размеры хлеба не дозреют до нормы. Рамиль Шайдулин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Долгожданный аграрий «Меснег» весь день идет уже сегодня и не собирается останавливаться. Завтра в республике местами метели, сильный ветер ночью до 17 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывают водителей быть осторожнее и отказаться от дальних поездок. Пешеходам не рекомендуют прятаться от ветра у стен домов, рекламных щитов, деревьев и линий электропередач. Это новости Татарстана и далее в выпуске. В новогодние каникулы татарстанцы утолили еще и культурный голод. Какая-то приведение. Что смотрели, что слушали. Альбина Слагараева. Зима в парках. Дома надоело сидеть за телевизором. Сколько людей провели новогодние каникулы в парках Татарстана и какие площадки стали самыми популярными? Лина Зинатольевна. Центр избирком завершил прием документов от кандидатов самовыдвиженцев на должность президента России. С начала президентской кампании в ЦИК России поступило 46 уведомлений от самовыдвиженцев. При этом подали документы на рассмотрение только 15. Напомню, документы на выдвижение подал и действующий президент Владимир Путин. Также в числе кандидатов и глава национального родительского комитета Ирина Волынец. Она смогла подать документы на участие в президентских выборах с третьей попытки. Если прием документов от самовыдвиженцев уже завершился, кандидаты от партии смогут их подать до полуночи 12 января. Фарид Мухаммедшин сегодня встретился с председателем наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергеем Степашиным. Стороны обсудили вопросы жилищного строительства и готовность Казани к чемпионату мира по футболу. Также председатель госсовета Татарстана рассказал о реализации в республике программы капремонта и пригласил гостя на матчи чемпионата мира. Рекордный зимний период в парках. Эти каникулы запомнятся татарстанцам обилием культмассовых программ именно в скверах и общественных местах отдыха. Такого в республике еще не было. Французы, москвичи и сами татарстанцы создавали атмосферу праздника. Только за неделю и только в Казани в парки пришли 150 тысяч человек. Одновременно по республике работали 200 новогодних площадок. Как удалось сделать парки всесезонными, Лина Зинатулина. Едем дальше елочкой, вперед! На Черном озере настоящие каникулы. Сегодня мастер-класс на катке. Учат правильно ездить и падать. Парк на эти зимние выходные самый популярный. Каждый день около 2000 гостей. Каток, площадка новая, вернее, хорошо забытая, старая. Черное озеро – это мое детство. Со дворов мальчишки собирались, заливали, катались, играли в футбол, хоккей. Людей много там, здесь. И это классная атмосфера. Очень красиво вокруг. Работал каток и в саму новогоднюю ночь. Больше 3000 посетителей. Цифра превзошла ожидания организаторов и заставила сделать выводы. Здесь было очень весело. И много было людей, которые даже не сидели дома, вышли на улицу и встретили Новый год. В этом прокате помещение рассчитано само по себе на 200 пар. Но нам пришлось увеличить, так как спрос очень большой. Следить приходится и за льдом. Его заливают перед открытием каждую ночь. Нестабильная погода диктует свои условия. К примеру, вчера из-за потепления каток вовсе не открылся. Но сегодня снегопад. С утра лед успели расчистить, но технический перерыв придется пройтись еще раз. Активный отдых во всех районах Казани. Благо парков хватает. Горкинско-Месецкий лес в топе, несмотря на расположение. Горкинский лес, в отличие от центральных парков, является парком со спортивным и экологическим уклоном. Поэтому гости, которые приходили в этот парк, с удовольствием проводили время именно в активном режиме. Катались на тюдингах, на лыжах, на санках. И здесь в активном режиме больше 2000 человек каждый день. Дома надоело сидеть за телевизором на диване. Вот, лучше здоровье сохранить. Занятия каждому в 45 районах Татарстана. Больше 200 украшенных к Новому году общественных пространств. Казань, Нижнекамск, Мензелинск, Лениногорск. Яркие новогодние фотографии со всех уголков республики. В каникулы заполнили инстаграм президента Рустама Мениханова под отдельным хэштегом парки Татарстана. Праздничные парки встречали жителей каждого района. Ведь цель этого года не только благоустройство, но и всесезонность. Уличные цирки, мастер-классы, детские праздники и концерты. Большая программа «Зима в парках» принесла в крупные города 30 разнообразных мероприятий на все дни каникул и на все площадки. Главными любимцами стали французский театр «Ремю Минаж». В эти дни отдых в парках предпочли сидению дома 150 тысяч человек. И это только в Казани. Лена Визнатульна, Марат Зайдулин, ТНВ, Татарстан. Дополнительные спектакли, аншлаги в музеях и новогодние перфомансы. В зимние каникулы татарстанцы утолили и культурный голод. Билеты на представления были раскуплены еще за месяц. Только национальные музеи в эти каникулы посетили 10 тысяч человек. А сегодня новогодние программы завершили. Альбина Асалгараева изучила афишу. Новогодние путешествия! В последний вагон новогоднего путешествия успели запрыгнуть в гости праздника в театре юного зрителя завершающие представления. Аншлаг, ажиотаж и аплодисменты. Желающих попасть на спектакль оказалось так много, что пришлось пойти им навстречу, причем в буквальном смысле. Поняли, что желающих посмотреть на новогоднее представление значительно больше, чем может разместить наш зал. Поэтому мы вышли на улицы Баумана. Потому что я хочу Новый год вместе с вами отмечать и елочку зажигать с помощью планшетов и телефонов. Понятно? Ребята, он прав? В современной истории в Национальном музее республики сам музей интерактивный это и демонстрирует юным гостям. Но программы не только для детей. На январские каникулы были разработаны специальные сценарии. У нас в кассе была очередь, где люди стояли, выстаивали очередь почти полчаса. И это действительно нас очень радует, что люди не сидят дома, не смотрят телевизор, а берут своих детей, берут своих родных и приходят в наш музей. За 9 дней Нового года Национальный музей посетили уже 10 тысяч человек. Многие из них туристы. Мы были в Кремле, смотрели архитектуру города, храмы, соборы. Вот вчера в Татарском квартале были. Такой древний город с глубокой культурой. Интересно очень, да. Иди он, граби! Ура! Все места заняты сегодня в Театре Куколокия для малышей на сцене «Малыши Карлсон». Спектакли начались 19 декабря. Спрос был такой, что вместо трех представлений пришлось давать по 8. Это более 80 выступлений. Как на войне дается установка, болеть нельзя. И так и, наверное, у нас вот новогоднюю кампанию в этом плане. Никто не болеет, они выдерживают. За это я очень благодарна. Тут и актеры вокруг гелки, тут и администрация, тут и постановочная часть, художники по свету, звукоператоры. Для любителей татарской классики спектакли на сцене Тенчуринского. Билеты были раскуплены за месяц, причем через интернет. Репертуар полюбившийся, но есть и премьера. У нас в этом году премьера. Выпустили Гульшаян, Мирсай Амира. И этот спектакль мы поставили 12 часов и 17 часов. Но то же самое, билеты были раскуплены уже заранее. Сами татарстанские артисты так и остались без новогодних каникул. Для них уже завтра стартует новый будничный сезон. Альбина Слагараева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Говорят на Рождество, что не пожелается. Сотни тысяч татарстанцев отпраздновали Рождество Христово. Аромат ладана и колокольный звон не единственное, что говорил о празднике. В эти дни в республике развернулись массовые народные гуляния. От концертов до колядок Рождество логично дополнило новогодние торжества. Почему эти дни православные считают не иначе, чем чудом, знает Рамель Шайдулин. А Христов, раскрывший глазки, вдруг раздинул круг зверей. Этот стих маленькая Дана выучила специально к Рождеству. Каждый год на праздник в Петропавловский собор она приходит вместе с семьей. С Богом в сердце, как говорится, с детства. В нашей семье христиане, мусульмане, мы живем одной семьей, приезжаем в храм. У алтаря сотни людей, паства ждет рождественского чуда. Молитва не утихает с вечера и до самого утра. Вот именно в этот день все сходится. Спаситель рождается, мы радуемся. Еще до наступления полуночи собор полом прихожан почти до отказа. Молодых, пожилых и детей отстоять рождественскую литургию. Приходят целыми семьями. Каляда, каляда, отворяй ворота. А так гуляют на народных праздниках целыми селами. Православные Свияжска вспоминают, как калядовали их бабушки и прабабушки. Кидали то валенки через плечо, то полено, то шапки расплавили. Какой же у тебя будет цветом муж? Например, рыжая шапка черная или белая лежала. И вот девчонки-то выдергивали. О, рыжий будет у меня муж. А с Мирновой, годами пытаясь найти редкую именную иконку, случайно нашли ее именно в рождественскую ночь. Мой муж вышел из церковной лавки и преподнес мне эту иконку, которую я очень хотела даже уже несколько лет. Она добрая женщина. Пусть у всех будут подарки. Рождественский гость – пряники и пироги. На гуляниях у дворца земледельцев сделали упор на кулинарию. Чтобы парки наши не пустовали, и народ друг с другом встречался и гулял. 30-й год подряд рождественский карнавал идет в Нижнекамском доме народного творчества. На сцене привычный аншлаг, калятки и хороводы. От концертов в ДК до массовых гуляний, Рождество в Татарстане – светлый праздник. Хотелось бы мне призвать всех вас, мои дорогие, и православных, и мусульман, особенно у нас в Татарстане. Запомните, храните этому Богом данное завещание. Мир, единство и согласие. После храмов праздник татарстанцы завершали уже за праздничными столами. Рождество поставило точку в строгом двухнедельном посте. Гуляния продолжатся до крещения, которые отметят 19 января. Рамиль Шайдулин, Динара Камалова, Марат Зайдулин, Александр Лобанов, Андрес Энтальцев, ТНВ, Казань, Нижнекамск, Свияжск. Далее в выпуске прогноз погоды увидимся в 21.30. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Зимние распродажи в салоне кожи и меха «Мехополис». Скидки на норковые шубы до 50, на все пуховики до 20%. Успейте сделать выгодную покупку. «Мехополис», торговый центр «Эксель», третий этаж. «Алан Клиник». Работаем с 3 января. Скидка 50%. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец». Легендарному трактору «Вторую жизнь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова